Итак, что такое фоновые тренинги? У нас будут основные, утром там хастры, женский тренинг, днём его покупают, инстегаторство. Помимо этого, в течение дня вы можете выбрать для себя какой-то индивидуальный тренинг. Фоновые не всегда индивидуальный раз, и берутся сугубо добровольно два, потому что, на мой взгляд, нельзя за своей человеком нормально отработать фоновые. Для вас должен быть личный персональный запрос нашел. И вы в течение дня персонально работаете с какими-то своими задачами. У нас есть фоновые тренинги, которые работают и во время основных, это тренинг и фоновые тренинги, которые подключаются на время основных. Там тренинг «Долгого Вьетнама», «Адлигенщик», «Угатик» и т.д. Соответственно, фоновые тренинги, чтобы вы понимали, это то, что вы можете поработать только здесь, нигде больше. Нет никаких других условий, чтобы вы могли нормально в атмосфере доброжелательных вам людей, когда нету чужих, подурачиться, пора идти матом, говорить им комплименты, ходить их отзеркаливать, обезьянчить. Потому что в городе, если какой-то изделал, там пальцами виска покрутят, там еще мирят слезы за то, что вы влюбляете. Здесь это можно и не сделать. У нас с вами будет 10 рабочих дней. Если вы думаете, что 10 рабочих дней – это долго, я вас разочарю, это очень мало. Это ничтожно мало. Поэтому сейчас мы вам будем рассказывать про фоновые, и вы, пожалуйста, сразу прикидывайте, а какую из фоновых вам было бы интересно пройти. Потому что будет очень досадно, если вы выпустите хотя бы один день. Все раз это налистать никак не дали. Потому что много праздников у нас, когда там идет в Солнске по сессии. Школу инстригаторов я там, ну, раньше вел, сейчас уже не веду, в Владивостоке в формате мы ведем. Фоновые только здесь, и где больше. Соответственно, как делать фоновые? На вечернем сборе вы заявляете, какой вы хотите поработать фоновый тренер. Там, не знаю, немой, слепой, комплименщик, ругатель. И у нас сколько? Ну, это 5 человек максимум на один фоновый тренер. Если у нас набирается больше, чем 5 человек, например, 8 человек хотят быть ругательщик. И крыть на следующий день всех матом страдающих. Лидеры дня говорили, так, как вы видите, или... Перебои. Кто хочет быть ругательщик, 8 человек выходят за круг, у вас есть 3 минуты, что договорится. Если за 2 минуты эти люди не договорились, что кто из них 5 работают, они все выгывают. И на следующий день никто из них, этот фоновые 2, не противник. Учитель договорится быстро. После этого вы, после завершения вечернего сбора и до отбоя, на листочке пишите заявку на фоновый тренинг. И там отразить, ну, соответственно, фамилии, имя, отчество и зачем вам этот тренинг. Для чего вы его берете? Потому что я за то, чтобы быть осознанным, я за то, чтобы вы понимали, что ваше жизнь происходит, зачем. А если вы, а, ну, мне просто интригают. Ну, можно, конечно, так написать, но... Есть большая вероятность, что вы очень сильно не доберете, из того, что он могла... А фоновый тренинг ему, вы там можете себе прописать. Я, например, боюсь остаться без глаз, боюсь остаться следом, и хочу для себя проработать с глазом. Понять, а вот если я лишу зрения, что-то мне не будет. Могу ли с этим справиться? Эту заявочку вечером пишите. И утром на утреннем построении у лидера дня вы обмениваете бумажку, вашу заявку, на бэджет. Название вашего фонового тренинга. Соответственно, бэджет повесили, все, и у вас фоновый тренинг пошел. Если вы на утренний сбор не встали, ну, значит, фонового тренинга в этот день у вас, извините, нет. Лидер дня, ну, наверное, на этот день, приходит, и все ваши заявки на фоновый тренинг сюда, на кнопки налепляясь, чтобы все остальные могли посмотреть, кто и что, и какие-нибудь цели, какие-нибудь задачи. Ну, плюс у вас на бэджете будет написано, там, не знаю, король, королева, дурах, уменьши, кругатель и так далее. Есть два варианта прохождения фонового тренинга. Вариант лайт, который люди очень часто сливают. Ну, просто написал там вот чего-то, и все. А фоновый тренинг комплиментщик. Такое обычно работает с вами. Вариант два. Реальный. Когда человек пишет, проставляюсь, и здесь сумма. Вот на какую сумму вы представляете. На какую определяете только вы. Например, комплиментщик и 100 рублей. Что это значит? Это значит, что вы заедете на себя фоновый тренинг комплиментщик, и к вам какой-то человек подходит, говорит, ну, давай-ка, скажи-ка мне комплимент. А ваш желающий открыть рот, и дам ему тирану, так, чтобы человек был удовлетворен. Если он не удовлетворен, извините, вылетите в карман, и за то, что вы херово отрабатываете тренинг, вы даете человек в тренинг. Если это были комплименты, и человек не удовлетворен, то это его проблема. А вот если комплимента не получилось в этом словесном потоке, то вы будете. Ну, то же самое, что он в тренинг ругать. Если там на басечке написано ругать, человек оттуда, да, положи-ка у меня там мак. Эй, ты, красивый, иди, сто. Сто рублей там, или сколько? А можно наоборот, иди за рот. Правильно. Правильно. Чем больше сумму вы пишете, сами понимаете, если напишете, проставляюсь, три топейки, никто за вами следить не будет. Чем больше сумма у вас написана, тем больше мотивации у других людей внимательно вас спасти, внимательно вас отрабатывать. Отслеживайте. У нас был такой, один у наших очень хороших клиентов, Дима Амитин. Он взял себе фоновый тренинг немой, и он проставился на пять тысяч. Его пас весь лагерь. С утра до вечера. Ну, Дима, молодец. Он ни разу не продавался. А с другой стороны, у нас товарищ, который как-то был в лагере, то это был напряг с финансами, он увез с собой то ли пять, то ли семь тысяч, то что он там вот. Ну, собирался. Тех, кто проставлялся. Так что те, кто проставлялся, они нарабатывают лагерь. Те, кто, в общем, отслеживает, он получает деньги. Так что, представляйтесь, ну, хотя бы на стольник. Потому что меч и стольников, по факту, людям неинтересно. Если там стольник, ну, как тут, если пятисотка, ну, будете фокусить внимание, если тысяча, данные были многие, если пять тысяч, в общем, вам обеспечена внимание большая часть группы во время всех перерывов. Так. 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 Ну, можно у нас стоять в любой момент, да? Чего? Так, еще двинусы можно. Можно у нас осмотреть. Точка. Просрали. Просрали день, когда могли бы очень хорошо выросли на следующую ступень. Потому что фоновые деньги могут создать. вот у меня была иллюзия, эта штука очень неприятная для вас. Почему? Потому что вы там будете сталкиваться с новыми для себя ситуациями. С новыми для себя вещами. А новое, чтобы вы понимали, оно всегда неприятное. Абсолютно новое, оно всегда вызывает отторжение. Это базовая реакция, зашитая в наш геннадиму со времен пульчатых червей. И психологию это перешибить можно только осознанно. Понимая, да, мне сейчас трудно, стрёмно, нехорошо, но я иду вперед. Почему? Я хочу научиться перепрыти этих этих барьеров. Соответственно, либо вы научитесь перепрыти, либо, в общем, останетесь ключи дима по этой стороне барьера. Выбор ваш. Все. Заставлять никого специально не вызову. Пости. Нет, значит, это сломано. Если вы просто, вот вы сами себе бросаете вызов, справлюсь с лесой. Да, нет? Ну, справляется. Молодец, справляется. На вечернем сборе у нас обычно подводятся итоги и люди с первыми прогулок. Мы чуть попозже объединимся. А потом на общий круг, если кто-то выступил особенно либо хорошо, либо особенно плохо, ему вся группа, в общем, выдает обратную связь. Чем было классно, а наоборот, чем было отвратительно. Чтобы не было июзи. Потому что, значит, я король лен, плаваю поперек в ванну, мне все замечательно, а группа не выжит. Прошло разное. Всего два комплимента за день. Все раз повторюсь, что в таком формате это может пройти только здесь. Причем, сейчас мы начнем вам рассказывать, есть два варианта, как выбирать из двухландующих. Вариант номер раз. То, что вам интересно. Чувствуете, что интересно там, если там ни разу не ругается, целый день ходить ругаться. Как это? Матом всех. Матом крыть только участников тренингов. Кухне цветов. Кухню и персонал не трогаем. Иначе есть шанс, что там начнутся массовые отравления. Кухне комплименты, говорить можно. Все остальное, пожалуйста, не надо. То есть, грубо говоря, даже на кухне, все местные. Да. То есть, вот если люди пришли откуда-то оттуда... Они в наши игры не играют. Они, в общем, не понимают наших прилагов, и не надо их. У них свои игры, но у нас свои игры. То есть, когда они прикурятся ружьями, это вообще не есть.